здравствуйте друзья здесь демитков юрий вот мое одно из последних видео которое было посвящено переводом физических лиц между физическими лицами с карта на карту вызвало ну какой-то бурный абсолютно отклик и были вопросы конкретные от людей слухи кто-то распускает что будут брать 13 процентов с тех платежей которые поступают физиком от физиков вот и кто-то говорит что этого не будет кто-то говорит что это будет что это фейк вот ну скорее всего этого не будет там все уже сказать в комментариях расписано что я хочу сказать еще дополнить вот там был вопрос от яны конкретной совершенно что мама как и п а у папы есть карточка сбербанка мама и по в сбербанке и мама перевела папе переводила деньги и пользовались папиной карточкой и получалось ну и ну как вот так вот пользовались этими деньгами через папину карточку так вот я разъяснял там в комментариях можете почитать что это вот как раз ошибочка очень очень серьезная потому что по налогу по закону с точки зрения налоговой инспекции есть субъекты налогообложения это физические лица и это юридические лица и это абсолютно разные субъекты и п это уже юридическое лицо со всеми вытекающими последствиями если юридическое лицо нанимает платят деньги физическому лицу то соответственно это облагается налогом 13 процентов это доходы физического лица при этом и по и физическое лицо насколько я понимаю могут быть одними тем же лицом то есть смотрите если вы зарегистрировали и п то естественно как и по как юридическое лицо вы открываете счет в банке на юридическое лицо и я вам очень рекомендую открыть на этот счет связать этот счет с карточкой которая будет принадлежать уже не вам лично как физическому лицу а вам как индивидуальному предпринимателю и п как юридическому лицу и тогда если у вас скажем 6 процентный вариант налогообложения никто не спрашивает куда вы тратите эти деньги потому что вы уже заплатили с них 6 процентов но если вы с этой с этого счета переводите какому-то физическому лицу то это физическое лицо уже становится объектом налогообложения а вы как юридическое лицо при уплате зарплаты то есть считается что вы заплатили зарплату за что-то за какие-то услуги физическому лицу выступаете как налоговый агент то есть вот у нас например да в стране сейчас люди обязаны платить налог на доходы физических лиц но как правило налог платится на том предприятии это геморрой большой для предприятия на котором люди работают и это предприятие выступает в качестве налогового агента если налоговый агент не заплатил этот налог то считается что он его утаил от государства он присвоил деньги физического лица это очень серьезная вещь вот поэтому вы просто берете и если вы получаете деньги на карточку хотите получать деньги зарегистрируйте карточку на и п вам платят деньги это коммерческая деятельность вы с этих денег заплатили 6 процентов и все тратьте их куда хотите и никаких проблем вот там комментарии почитайте я писал подробно отвечал потому что ну очень серьезная вещь на самом деле здесь надо с юристами советоваться вот у меня лично например пока еще нет и п вот чем отличается и п от ооо и п от ооо отличается главным образом одним ооо это общество с ограниченной ответственностью и п это владелец и п отвечает всем своим личным имуществом по обязательствам своего и п по-русски сказать значит у меня есть ооо и у меня есть личная машина если у меня начало долги вот сейчас у меня на ооо долги на меня там наезжают всякие кто только не наезжает вот у меня мою личную машину отобрать не имеют право если бы у меня было и п и у меня долги как и пешника то мою личную машину запросто отберут вот то есть это главное отличие но там сказать есть отличие ооо там бывают с ндс без ндс на упрощенки там и так далее там разные варианты налогообложения сейчас у и п тоже несколько вариантов налогообложения можно выбрать и п как смотрите можно и п выбрать платить 20 процентов от разницы между доходами и расходами 20 процентов между доходами и расходами тогда все расходы надо будет подтверждать что эти расходы связаны с коммерческой деятельностью для кого выгоден такой вариант 20 процентов от дохода минус расходы но для тех кто занимается оптовой продажей для посредников потому что у них наценка как правило пять процентов и тогда у вас разница между доходами и расходами будет пять процентов вот и соответственно вы заплатите всего ну скажем если у вас оборот скажем там миллион рублей да то вы заплатите с миллиона рублей оборота значит там вы 5 процентов заработали то есть купили на миллион продали на миллион пятьдесят тысяч то вы заплатите 20 процентов от 50 тысяч рублей понимаете да вот но а если у вас расходов практически нет связанных с коммерческой деятельностью это сказать касается ну там всяких консультантов репетитора вот я например курс свои продаю значит мне выгоднее у меня нет аренды например да мне выгоднее 6 процентов от оборота это намного больше конечно значит оборота то есть оптовику это не подойдет 6 процентов с оборота и там уже я заплатил 6 процентов никто никого не интересует куда я истратил остальные деньги до тех пор пока я не начал платить физическим лицам если я начинаю платить физическим лицам то я плачу считается зарплату и тут уже налогообложение 13 процентов это момент такой вот важный то есть вот и п я могу пойти в магазин там как и поэтому купить продукты там магазине так сказать за детей заплатить нет проблем то есть это я уплатил кому-то и никто не спрашивает там то есть я получил доход я их истратил вот но не физикам это важно то есть я могу заплатить другому и п тот и п заплатит 6 процентов то есть тут нам налог заплатен за заплачен будет если я плачу как физическому лицу кому-то вот я боюсь что даже себе то 13 процентов есть такой вот нюанс если физик платит физику друзья мои но не заморачивайтесь там деньги мелочь полная то есть никто не будет этого искать никто не будет в этом ковыряться если только но ваши суммы не приходит вот там кто-то написал что горит их спросил у налоговика налоговика говорит не фарси если у тебя так сказать меньше миллиона даже не думай ну вот я с этим согласен на самом деле значит ну по крайней мере если меньше 600 тысяч в месяц то в общем можно не беспокоиться особенно не беспокоиться вот и может быть даже больше потому что но у меня есть как бы знакомые которые получают там сколько там больше миллиона наверное да я думаю миллион двести в месяц ну правда на разные карточки от физика физику проблем не возникало пока вот проблемы всех у вас в голове на самом деле вот не выдумывайте просто надо знать законы вот в данном варианте но я надеюсь что я я не помог то есть они они а уже обратились к юристу юрист посоветовал там как найти выход из этого положения но вообще говоря это вот очень серьезный урок серьезная наука потому что я так понял что у яны пришлось понервничать это серьезно на самом деле вот поэтому ну законы конечно надо знать закон надо понимать и надо представлять что не такие страшные они очень очень логические логичные у меня был случай не случай возможность почитать и конституцию и налоговый кодекс и так далее то есть там все очень логично прежде чем открывать и п разберитесь но еще раз напоминаю и поэта полная ответственность личным имуществом о ограниченной ответственности так более подробно я думаю что расскажу в каком-нибудь другом видео сейчас все с вами был демитков юрий оставайтесь подписчиков